Готовь сами летом, а краски к Хэллоуину зимой, вот так преобразуемую известную поговорку. У нас в гостях мастер по боди-арту, это Люся Валикжанина. Люся, привет! Всем добрый день! Подопытный у нас кролик, наша прекрасная модель-блондинка, это Ольга Помыткина. Мы в таком женском составе сегодня будем готовиться к Хэллоуину, загодя, как говорится. Люся, что мы сегодня будем делать, расскажи, как мы будем долго экспериментировать? Я сегодня покажу, как в домашних условиях вы можете сделать самостоятельно себе грим, для того, чтобы сходить на какую-нибудь вечеринку, как это сейчас уже модно и принято. Для этого нам понадобятся такие вещи, которые, я думаю, уже существуют в каждой косметичке, каждой девушке. Это черный карандаш, это светлый корректор и темные тени, черные желательно. Поясню, грим мы будем делать, ну, самый распространенный, который за столько лет моей работы у меня просит каждый Хэллоуин, это грим черепа. Вот. Мальчики или девочки тоже просят? Девочки тоже просят. Плюс, а сравнивать мы с чем будем? Получается, половина лица в домашних условиях, а половина лица это профессиональными инструментами. Да, ну, чтобы как бы продемонстрировать, что я могу, как гример, как художник, мы на одной стороне сделаем, как бы, вот такими вещами, как в домашних условиях, а на другой стороне я нарисую специальными красками с помощью специального устройства аэрографа, чтобы у вас был наглядный пример. Для начала я наношу корректирующее средство на зону, куда буду потом наносить тени, чтобы они как лучше закрепились, ну, на теле, на лице. Это у нас сейчас будет область глаз. А косметику покупать профессиональную или ту, которой пользуешься? Ну, из масс-маркета можно или без разницы? Конечно. Вот какой вы привыкли пользоваться косметикой, то и пользуетесь. То есть, а почему ты вообще начала боди-артом заниматься? С чего все началось? С школы, наверное, художественной, нет? Ну, вообще, да, я с самого детства рисую, я человек творческий, в художественную школу тоже ходила. Правда, я ее так и не закончила, о чем жалею. Вот, рисовать, делать макияж всегда было мне интересно, меня это привлекало. И, как, можно сказать, самоучка дома, в домашних условиях я на себе пробовала. У меня даже мама иногда смеется, то, что в детстве я любила на себе рисовать. Все тело разрисовывала, там, ручками, карандашами, фломастерами. Она говорила, ну, вот, есть же бумага, что, почему тебе не имется? Ну, вот, мне почему-то хотелось именно на теле это делать. И вот она сейчас смеется, говорит, надо же, во что это вылилось. Люсь, а перед какими праздниками больше всего клиентов? Например, Хэллоуин, понятно, это герои черепа чаще всего. А какие еще образы импонируют нашим согражданам, так скажем? Ну, вообще, чаще всего очень много зависит от кинопроката. То, что какие фильмы выходили в этот год, обычно за этими образами и приходят люди. Но есть такие вот легенды, которые всегда, каждый год одно и то же. Это череп, да, это Джокер обязательно, это какая-нибудь женщина-кошка. Харли Квинн, наверное, пришла. Харли Квинн, да, появилась в этом году. Так, сейчас мы нанесли основу, теперь я наношу... А, нет, для начала надо очертить контур глаз, и потом я буду штриховать черным цветом. Как бы контур глаз очертить несложно, потому что, ну, каждый как бы чувствует, где у него вот эта вот зона углубления. Углубления, да. Я видела, ты на свой день рождения делала тоже такой необычный макияж и наряды. В инстаграме, в целом фотоальбом есть, были герои Диснея тоже, да, ты всем девчонкам делала, подружкам макияж специально? Ну, практически, да. Сейчас я рисую половинку носа, вы не удивляйтесь. Мы потом на другом варианте зарисуем вторую половину носа. То есть это, ну, как бы тоже, где вот у вас впадина есть у вашего носа, вот как у вас вот, вот прорисовываете. Также заполняем внутри. Можно это сделать подводкой черной яркой, это будет поярче выглядеть. Вот только у нас сегодня красивая будет работать, пиздень, довольно. Сейчас, получается, я прорисовываю контур черепа. У всех у нас здесь находится, получается, вот выпуклая кость. Ее выделяем, прорисовываем. И стужим. Рисуем небольшую улыбочку, продолжение, получается. Ну, и тут вот у нас, как бы, заканчивается челюсть. Вот этот промежуток внутри мы, опять же, здесь штриховываем темным цветом. Так, сейчас я рисую контур зубов. Мне интересно, что будет со второй половиной, если вот эта половина уже такая ужасающая, страшная, такая, как должна быть, как должен быть череп. Зубы, чтобы выделить, можно корректор внутри цвета. Штриховать. Соседи скажут, Ольга, вы похудели? Ну, вот как-то так, если честно, мне не совсем привычно такими средствами рисовать. На скорую руку еще? Да, на скорую руку. Вот, как-то так получилось. Страшно получилось. Сейчас я покажу, как это было. Не очень, да, комплимент, Оля? Обычный. Так, теперь меня местами с тобой нет, Люсь? Или ты как будешь? Ну, да. Все, давай меняемся. Ого. Это называется аэрограф. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Это очень удобно, надо, чтобы рисунок был растушеванный. Он ездит, компрессор воздух набирает. Получается, для домашних условий мы использовали только тем, чем пользуемся ежедневно. Это корректор, карандаш, тени, тональный крем вроде как. А для профессионального краски, кисточки профессиональные, краски специальные для аквагрима и аэрограф. Все? Или еще что-то? Не все, конечно, мастера пользуются аэрографом, в основном это все-таки губки, для того, чтобы распределять тоже краску. И вот краски профессиональные. Ну вот так же я бы хотела зрителям сказать, что вот лучше пользоваться специальными средствами для лица, чем покупать гуашь и дома экспериментировать, потому что это все может закончиться, ну так сказать, по-разному. Просто половина лица будет в сыпи. Да, краски, не предназначенные для лица, лучше не использовать. Ну и чтобы закончить наш образ и сделать его как-то более ярко, более празднично, можно добавить блестки. Вот так может выглядеть ваш образ на Хэллоуин. Это слева, получается, в домашних условиях мы нарисовали. Люся нарисовала, получается, череп и справа уже профессиональными инструментами, аэрографом. Выбирайте сами, как вам удобнее, как вам по карману, так скажем, как симпатичный. Ну, Ольга и слева, и справа, вроде красотка у нас получилась. А у нас в гостях была Люся Варикжанина, мастер по боди-арту. Люся, спасибо тебе большое. Приходи к нам сейчас. Спасибо, что пригласили. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова